Итак, мое желание исполняется. Мне подарили хорошие, дорогие корейские крема. Я не знаю, это исполнилось или исполняется, или оно в процессе. Но давайте на фоне вот такого комментария, даже если оно в процессе исполнения, давайте мы просветим вот такой момент, как исполняется желание. Я сейчас в зоопарке, и недалеко от меня мама. Ребенка у мальчика годика 4, и что-то он сделал не так, и мама кричит, ты что, дурачок? И ребенок кричит, я не дурачок. Мама говорит, нет, ты настоящий дурачок. А он кричит, нет, я не дурачок. И вот у них такая перепалка. Что происходит? Ребенок начинает доказывать маме, что он не дурак. Чем больше он будет доказывать маме, что он не дурак, тем больше мама ему будет доказывать, что он дурак. Теперь этот ребенок вырастает. С каким посланием он пойдет по жизни. Когда мы понимаем, что желание исполняется. Вы знаете, вообще все наши отношения наполнены претензиями. Вся речь пропитана претензиями. Нам никто не дал навыка, как разговаривать с друг другом без претензий. Без вот этих вот оскорблений. Даже если ребенок 4 года что-то делает не так, он просто в данный момент у него нет навыка это сделать. И вот когда мама вешает на него ярлык, этот ребенок, конечно же, сопротивляется. Он, конечно же, говорит, нет, это не я. Но чем больше он будет доказывать маме, тем больше он будет убеждаться, что он дурачок, и мама ему будет доказывать. И вот этот ребенок, это уже будущий мой клиент, который придет в 20-30 лет, потому что его отношения с женщинами будут складываться. очень-очень плохо. И мама будет говорить, а я тут ни при чем. А я тут вообще. И с одной стороны, она ни при чем, потому что ее точно так же воспитывала ее мама. А ее мама ее мама. Поэтому мы поколение травмированных, поколение травмированных душевно людей. Вот поэтому нам надо сейчас учиться формировать этот навык. Как из речи убирать все претензии друг к другу. Например, вот я сегодня ночевала в гостях у своей подруги. И там такая ситуация. Она тоже с дочкой. Дочке 7 лет. И она вчера попросила свою дочку включить стиральную машинку. Только на кнопку надо было нажать. И эта девочка забыла. И она забыла. Мне звонят. И она забыла. И вот мама кричит ей из кухни. «Эля, ты почему не включила стиральную машину?» Или из комнаты кричит. «Эля, ты почему не включила стиральную машину?»